Карачаевцы и балкарцы – тюркские народы, проживающие на территории Северного Кавказа и являющиеся коренным населением исторических областей Карачай и Балкария. В формировании балкарского и карачаевского народов приняли участие аланы, тюрки и автохтонные горцы. В 1729 году была опубликована книга «Общая история тюрок, мугулов и татар», которых именуют тартарами. Автор сообщает, народ, известный нам в настоящее время под именем черкесов, является ветвью магометанских татар. Черкесы все еще сохраняют язык, обычаи, нравы и даже внешность татар, Хотя с уверенностью можно сказать, что в них смешалась кровь древних жителей с кровью татар. Черкесские татары, так же как и дагестанские, принадлежат к числу тех татар, которые были вынуждены во времена захвата этой земли шахом Персии удалиться из этого царства в горы, лежащие к северу от провинции Ширван, откуда персы не могли их выбить, и где они были достаточно близки, чтобы вести общение с другими племенами своего народа, находившимися во владении царства Казанского и Астраханского. В 1723 году Гийом де Лиль опубликовал карту политического состояния Кавказа и соседних с ним стран. Территория Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края подписаны землей, зависимой от хана татарского, то есть от Крымского ханства. Северная часть Малая Нагая принадлежит нагайцам, которых называют Коронагайцы и Черные татары. Южная часть Черкесия или страна Адда разделена между абхазо-адыгейскими и тюркскими народами. Зигхи – адыго-абхазское племенное объединение. Абхазы – абхазо-адыгский народ. Автор отмечает, что в 1723 году это независимый от Османской империи народ. Аланы – конфедерация Карачаево-балкарцев. Пятигорцы, карачиулы или черные черкесы являются ногайскими татарами и карачаево-балкарцы. Теперь обо всем по порядку. Жан Шарден – французский путешественник и дипломат, побывавший в 1672-1673 годах в Мегрельском княжестве и Эмеретинском царстве. По возвращению во Францию он написал книгу «Журнал путешествий Шевалье Шардена». В описании Эмеретинского царства он сообщает. Народами Кавказских гор, с которыми оно граничит, являются грузины и турки на юге, а на севере – осы и карачиулы, которых турки называют карачеркесами, то есть черными черкесами. Карачиулы или черные черкесы являются одним из тех народов, которых европейцы называли гуннами и которые произвели все те опустошения в Италии и Галлии. Язык, на котором они говорят, имеет много общего с турецким. На составленной Жаном Шарденом в 1672 году карте земли карачаевцев и ногайских татар отмечены на территории Карачаева-Черкесии, Адыгеи и Краснодарского края. В южной части Великой Черкесии отмечены земли сикхов и абхазов. О многочисленности тюрков на Кавказе писал французский путешественник Ферран, в 1702 году отправившийся из Крыма в Черкесию, через земли ногайских татар. Он указывает, что татары называют Черкесию страной Адда и являются господствующим народом. Голландский политик, картограф и управляющий Ост-Индской компанией Никола Свитцин, описывая тюркские народы в 1690 году, пишет, «Сибирские татары превосходят по численности и храбрости астраканских и черкесских татар, которые живут вокруг города Тарки и на берегу Каспийского моря». Под черкесскими татарами, у побережья Каспийского моря, автор понимает тюркский народ кумыки. Далее Витцин пишет, «Некие черкесские беи или князья время от времени посылают в знак признания и своего доброго отношения к хану и султанам в Крыму в подарок женщин, а также войска, если они нужны хану для увеличения его армии. Хан, чтобы со своей стороны показать свое доверие к этим беям, посылает к ним на воспитание одного из своих сыновей, который впоследствии называет бея отцом и вознаграждает его за оказанное воспитание какой-нибудь должностью, когда вступает на престол». Тюркский титул «бей и бий» у кумыков и карачаевцев значит «князь», у балкарцев – «горский князь». Черкесскими татарами Никола Освитцин называет балкарцев, карачаевцев, трухменов, ногайцев и кумыков. На карте Армении, Грузии и Кумании 1687 года большая часть земли Карачаева-Черкесии, Адыгеи и Краснодарского края населена Копчаками. Автор называет эти земли Кумания или Черкесия или Карачеркс. На юге – Аббаса или Аугазия, на востоке – Аланы и Карачиолы. Ибн Саид Аль-Магреби – арабский историк и географ XIII века. В своей книге «Китаб Баст Аллард Фиттул Аррарт» – книга распространения земли в длину и ширину он пишет К востоку от города Атрабзунда, Трабзон, расположен город Каса. Он принадлежит племени из народа Аттюрк, принявшему христианство. К востоку от него лежит город Аркашия, населенный народом Ал-Аркаш, один из народов Аттюрк. Они приняли христианство от миссионеров. К востоку от него, у моря, стоит портовый город Ал-Анджаз, принадлежащий народу Ал-Курх. В XIII веке народом Ал-Курх и Ал-Курч арабы называли грузин. К востоку от него, на море, стоит город Алания. Он населен людьми из народа Ал-Алан, которые являются христианизированными тюрками. Ал-Алан – это многочисленный народ. По соседству с ними живет тюркский народ, называемый Ал-Ас, похожий на них по своим обычаям и вере. Французский дипломат, историк и консул Франции в Крыму Клод Шарль де Пейсенель в 1765 году написал историко-географическое землеописание. В нем он указывает, Алланы являются народом татарским и прежде проживали в треугольнике Азиатской Сарматии, образованном Танайсом, Волгой и Кавказскими горами. Прокопий наиболее точно определяет землю их проживания, указывая от этих гор до Каспийских ворот. Затем он называет страны, которые ныне мы именуем Черкесия, Кабарда и Дагестан. Роберт Гордон Латхам, британский энциклопедист, в 1854 году опубликовал «Расы Российской империи». Аланов он причисляет к тюркским народам Европы. Генуэзский историк, этнограф и путешественник Джорджо Интериано в 1502 году опубликовал книгу «Ля Вита Эта Сито де Дзичи Кьям Мати Чоркасси История Нотабиле» «Быт и страна зикхов, именуемых черкесами, достопримечательное повествование». Живут они деревнями, и во всей стране нет городов или укрепленного стенами места. Самое великое их селение расположено в небольшой долине в глубине страны. Эту долину называют Крумук, и она имеет лучшее местоположение в сравнении с другими селениями. Со стороны суши они граничат со скифами, которые являются татарами. В 1724 году в Нюрнберге была опубликована «Цицарен, зультан и шаг, дзинбарен» К черкесам также причисляют Алан, или жителей Кавказа, горцев, и в равной степени Карачьол и Карачеркес. Последние относятся к северным черкесам и именуются турками, карачеркесы, то есть черными черкесами. На основе всех приведенных источников следует вывод, что наследниками древних Алан на Кавказе являются тюркские народы, карачаевцы и балкарцы, а также ассимилированная часть Алан в составе адыгейцев. Однако существует основная теория о том, что Алланы и скифы были ираноязычными народами. Но есть огромное «но». Письменных источников скифского языка не существует. В связи с этим основными материалами для исследования являются данные аномастики, то есть собственные имена и племенные названия в эпиграфических надписях Северного Причерноморья и в сочинениях древних писателей, а также топонимика. Но и в этих случаях существуют только теории. Имена и названия дошли до нас написанные на чужом для скифов, сарматов и Алланов языке. Это подтверждается у Диона Хрисостома, написавшим «И другая одежда у них, борисфенитов, по большей части черного цвета, по примеру одного скифского племени, которое, как мне кажется, от этого получило у Элленов название меланхленов-чернорисцев». Из приведенного отрывка следует, что наименование племени, как и во всех остальных случаях, является не самоназванием, а переводом. Все эти факты обесценивают научное значение последующего лингвистического анализа слов. Тем не менее, в «Повести временных лет» по кёнигсбергской летописи сообщается, «Когда же славянский народ, как мы говорили, жил на Дунае, пришли от скифов, то есть от хазар, так называемые болгары, и сели по Дунаю, и были поселенцами на земле славян». Таким образом, древнерусские и европейские летописи прямо указывают на то, что тюркские, монгольские и частично финно-угорские народы являются наследниками скифов, а карачаевцы и балкарцы являются прямыми потомками древних алан. В 1375 году арагонские картографы Иегуда Крескес и Авраам Крескес завершили работу над созданием Каталонского атласа. Карта Партулан содержит краткие политико-географические сведения о состоянии государств, правителей и истории. Провинция Алания расположена между реками Дон и Днепр, отмечена флагом Золотой Орды и управляется императором Дженебеком. Гильом де Рукбрук – фламандский монах-францисканец. В 1253-1255 годах по поручению французского короля Людовика IX совершил путешествие в Тартарию – империю чингизидов. По возвращению во Францию на основе его записи была составлена книга «Путешествие в Тартарию». Когда мы ехали на восток, имели на юге море, а на севере – большую степь. В ней прежде пасли свои стада каманы, именуемые Копчат. Германцы же называют их Валанами, а область – Валаньи. И Сидор же называет страну от реки Танайда до Меотетских болот и до Нубия – Аланьи. И эта страна тянется в длину от Данубия до Танайда. В начале XIV века арабский историк и географ Абульфида составил географию стран. К востоку от Абхазов на берегу моря стоит город Аланьи – Меденьет Аланье. Этот город так называется потому, что его населяет народ по имени Аланы. Аланы – Аль-Аланы – являются тюрками, которые приняли христианство. Рядом с ними живет народ тюркской расы – Ассы – Аль-Ас. Этот народ имеет то же происхождение и ту же религию, что и Аланы. В 1769 году Джон Лодж составил карту Крымского ханства, Азовского моря и частей рек Днепр, Бук и Кубань. Орда Ногайских татар именуется Кубанскими татарами и составляет около 30 тысяч семей. Страна ранее именовалась Сауроматией и колонией северных медийцев. Затем, во времена Веспасиана – Аланьей. При Константине Багрянародном – Хазарии. После эпохи Чингисхана ее именовали Кумань от реки Кумань или Кубань. Клод Шарль де Пейсонель – французский дипломат и историк. В 1753 году был назначен консулом Франции в Крыму. В 1782 году он опубликовал «Обсервасьон историк-эт-жеографик». По течению реки Танэйс главными жителями являлись Аланы и Гуны, которые являются частью скифов и восточных сармат. Аланы – народ татарский, проживающий в землях Азиатской Сарматии в пределах Танэйса, Волги и Кавказских гор. Гуны, проживающие в близости Миатийского озера Азовского моря, расположены между Танэйсом и Борисфеном, Днепр, в стране, которую сегодня именуют Украина-Московит. Скифы, от которых происходят булгары, расположены над Аланами и соседями по Волге. Мачий Мьеховита – польский историк и географ эпохи Ренессанса, профессор Краковского университета и астролог короля Сигизмунда I. В 1517 году он составил трактат о двух сарматиях – одна из самых неудобных исторических книг. Аланы – народ, живший в Алании, области Сарматии Европейской, у реки Танэйс и около нее. Страна их равнина, без гор, с небольшими возвышенностями и холмами. В ней нет поселенцев и жителей, так как они были изгнаны и рассеяны по чужим областям при нашествии врагов, а там погибли или были истреблены. Поля Алании лежат широким простором. Это пустыня, в которой нет владельцев – ни Аланов, ни пришлых. Иногда только проходят туда казаки, которые по своему обычаю ищут чем поживиться. Мачей Мьяховита отождествляет страну Алан с землей Ногайской Орды. Джозеф де Гвинц – величайший востоковед, синолог и тюрколог из Франции. В 1748 году опубликовал историю о происхождении гунов и тюрок. Аланы прежде жили на севере, над истоками реки Яик, около земли Уфимской и Саламской – Соликамск. Аланы получили имя от слова «Алия», что означает «гора», потому что они жили в горах, а затем перешли на юг, на равнины, расположенные к северу от Черкассии и Дербента. Китайцы рассматривали Алан как гуннов. Этот народ жил в шатрах и перевозил их так, как это делали гунны, в места, наиболее благоприятные для своих стад. Таким образом, Аланы были кочевыми народами, как и другие татары. Джозеф де Гвинс работал секретарем в Королевской библиотеке Франции, был членом Лондонского королевского общества и сотрудником Французской академии гуманитарных наук. В 1578 году Герард Меркатор составил карту народов согласно античной истории. Скифских Алан он помещает на территорию Аланских гор, в наше время называемые Уральскими. Пиррус де Ноха, 1410 год. Николай Свитцин – голландский политик, картограф, бургомистр Амстердама, управляющий Ост-Индской компанией и ближайший сподвижник императора Петра I. После личного посещения Русского царства составил описание Кавказа, Сибири и Центральной Азии. В XIII веке город Астрахань именовали Сумеркентом. В то время город был без стен, и когда вода в реке поднималась, он стоял полностью окруженный водой, как остров. Татары, именуемые мугалами, в то время осаждали город на протяжении восьми лет, прежде чем его захватить. Он тогда был населен Аланами, Заволжскими татарами и Сарацинами. От двух первых произошли крымские татары. Заволжские татары – это булгары, чуваши и половцы. Трактат 1518 года С уходом венгров из Сарматии Азиатской в Паннонию оставшиеся на месте готы весьма размножились, но татары, пришедшие с востока, совершенно уничтожили их, а города и замки их разрушили. Так что только на Таврическом острове кое-что уцелело. Генуэзцы из Италии получили от них знаменитый город Каффу на Таврическом острове и устроили там свою колонию. В дальнейшем татары из рода Уланов, вступив на остров через Северный проход, заняли всю его территорию с городами, селениями и полями. Но в итоге Магомед, восьмой император турецкий, дед нынешнего императора Селямбека, занял Таврический остров, взял приступом Каффу и сделал своими данниками перекопских татар, именуемых Уланами, совсем Херсонесом. А вне пределов острова, севернее на берегу Танейса, соорудил крепость Азов и по сей день принадлежащую туркам. Мишель Антуан Баудро, французский историк и географ, в 1681 году составил географический и исторический словарь, содержащий точное описание всех государств. Скифы – народы Азии, известны по Страбону, Плинию и другим. Занимают большую часть Северной Азии. Делятся на многие народы, главными из которых были гиперборейские скифы, большинство из которых кочевники – аргасы, саки и аланы скифы. Больше всего скифских народов перечисляет Плиний и Птолемей. Их страна сейчас именуется Тартарией, а их самих называют Тартарами или Татарами. Тартары на французском, Тартари на итальянском, Тартарос на испанском и Татарча на польском. Генрих Карл Вильгельм Бергхаус – немецкий географ Королевского института Нидерландов и член Королевской Нидерландской академии наук. Составил 47 томов по географии и несколько сотен самых точных географических карт. Его авторитет в области картографии является непререкаемым, и спорить с его данными – все равно, что называть себя глупейшим человеком. В 1848 году он составил карту Кавказа с описанием народов, языков и диалектов. Басианы, карачаевцы и аланы составляют единый тюркский народ, говорящий на диалектах тюркского языка. Ногайская орда была разбита славянской армией на две области. В первой проживают наурусы и манцуры, во второй – козбулаты, копчаки, мангуты, едисанцы, наурусы, едикулы, караногаи и джанбулаты. Амиан Марцеллин – древнеримский историк. В IV веке составил деяния, в которых дал краткое описание скифского народа аланов. Вблизи амазонок проживают аланы, занимающие земли в сторону востока и разделенные на различные племена или народы, которые простираются в сторону Азии до реки Ганг, разделяющей Индию и впадающей в Южное море. Таким образом, живущие в обеих частях света аланы, будучи кочевниками, занимают огромные пространства, но все они называются аланами и едины в обычаях и образе жизни. У них нет ни хижин, ни домов, и они не обрабатывают землю. Питаются они мясом с большим количеством молока и проводят всю жизнь в шатрах. Шатры они покрывают древесной корой и кочуют с ними по бескрайним пустыням. Прибыв на пастбище, они располагаются кругом, а когда пастбище выедено, они увозят с собой город из шатров. Куда бы они ни пошли, под своим вечным кровом они чувствуют себя, как в своем краю. Юлий Помпоний Летт, итальянский историк и основатель Римской академии. В 1469 году опубликовал историческое произведение Цезаря, в котором изложил историю Римской империи и Византии. В то же время гуны, являющиеся аланами, татарами и в древности именованные кочевыми скифами, пришли со стороны Танейса и перешли Истар, служивший границей Панонии и Тесалии.